МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА События развивались так бурно, что в 1982 году были очень большие потери в Афганистане. И руководство стало искать опытных командиров. Я в то время уже командовал 1-й московской дивизии в 3 года. Моя дивизия была развернутая, опытная. Мне приходилось только в свою день трижды проучинать дивизионные учения. Это очень много. Обычно одно дивизионное учение в году. Поэтому опыт был. И начальник Главного управления кадров предложил армии мне в Афганистан. И я оказался в декабре 1982 года в Афганистане. Скажу, конечно, прежде чем в Афганистан попасть, меня встретил командующий Туркестанского военного округа, генерал армии Максимов, герой Советского Союза. Очень такой спокойный, положительный, рассудительный. Он меня сразу ввел скурдело, позанимался со мной особенностями. Затем мы с ним полетели в Кабул. В Кабуле мы уже там конкретно 3 дня занимались вопросами. Это ведение боевых действий, каждые, введенные достатки, где положительные. В основном 3 вида боевых действий в Афганистане было. Это ведение плановых операций по уничтожению баз дешманов. Второе, это ведение, реализация разведданных. Это когда разведка, когда еще там караван идет с оружием, или там начинается, значит, будет нападение на местные органы или что-то другое. Это надо иметь дежурные средства и быстро их реализовывать. То есть уничтожить, да, банда, которая все. И третье, это организация засадных действий. Я когда приехал, первую ночь все стреляют. Я спрашиваю, что нападение? Нет. А почему стреляют? Ну, люди боятся. То есть вся причина, что я как раз попал, когда смена, а сросло еще вольнялись, а молодежь приходила. Они заполняли все, а командиры тоже были неопытные, особенно младший командный состав. Некоторые не командовали ни ротами, ни батареями. Опыта нет. Вот три сутки тоже, на третьи сутки сел по тревоге, поднял их всех, всех вывел, разобрался сам. Я сам только в это время только прошел. И все стало ясно, что солдат, молодой, он боится всего, на любой шорох стреляет. Хотя впереди минные поля поставлены, проходы сделаны, там все. Ну, потом все, через, после третьего захода, все, людей поменяли. Каждый молодой дом закрепили старослужащие, все прекратилось. И тишина осталась, все, никаких проблем. Конечно, дивизия была не обустроена. Воды нет. Воду брали не сарыков. Одна машина для очистки, тем более части, были разбросаны по разным гарнизонам. А зона ответственности, было две зоны ответственности. От зоны север до зоны северо-восток. Это от иранской границы до китайской границы. Поэтому вот это все, что происходит, это ответственный был командир 201-й кундузской дивизии. Это я. Впереди начинается известная зеленая зона. Были, конечно, пробоины, были поджоги, были подрывы. Но жизнь стекла своим чередом. Все это устранялось, ликвидировалось. Вот задача была, конечно, еще оказывать местным органам по уборке хлопка. Ну, в каком смысле, не сами убираем, а это они местно собирают, выделяли транспорт, чтобы находить взаимоотношения. Поэтому вот такая задача. Но главная задача – это уничтожение крупных аббас. Кто ли это молодой зовет? И тот друг, что не дошел до дома, И стрекочет по ночам пулемет. Прописался он в подкорке надолго. Конечно, в будущем потом мы пробурили скважины во всех городках, обвязали, воду дали, поставили сборно-счетовые казармы, сделали целлюзионные условия жилья для солдат и офицеров, бани сделали, сделали и клубы. Поэтому приезжали к нам много артистов. Обстановка как? Обстановка нормальная. Ну хорошо, как живете здесь? Уголь есть, нет? Так тоже. Это же было не только отечественное, это же было оказание интернациональной помощи. И вот, что прежде чем начинать боевые действия, я проводил так называемую организацию взаимодействия и афганских, и советских войск одновременно. Но я знал, что все мои задачи – быть известным душманом. Потому что родственников все имеют. Офицеры имеют родственников. Одни воюют за душманов, другие – за народную власть. Поэтому начинаются первые сутки. Я проводил все по плану. К вечеру, где-то часов 22, я даю команду всем развернуться на 180 градусов, где-то на 90 градусов. Прибыть туда-то. А уже душманам сообщили, что, естественно, войска ночью ушли в другое место. Попадали в совсем другое район, и проводим уже по моему плану. Не как, которые взаимодействия. Но сигналы остались прежние. Потому что там ставят задачи быстро. За 30 секунд надо поставить задачу. К примеру, ну, допустим, батальон. Говоришь, «Кобра» – 97. Наступать. «Дуб» – 98-39. Захватить рубеж. «Сосна» – 88-66. Все, задача поставлена. Да, товарищ полковник, усиливайте полк силами мотострелкового батальона «Рухинцев», наших соседей. Есть, понял вас. До связи. Там я знал одну задачу. Четко, ясно. Режим четко. Четыре часа отдыха в лучшем случае. Ну, два, ну, три часа. Но зато все расписано поминутно, посекундно, по времени. Знаешь, что делать. Как делать, кого бить. Не забыть нам Афган, Чирикар, Файзабад и Хост. Не забыть Кандагар, Ох, да смертушки, да по ГОСТу. Не забыть, но и не вернуть Этих лет опаленных зноем. Остается лишь помянуть Третьим тостом подивших. Стой! Субтитры подогнал «Симон»!